Так, запись пошла, всем привет, меня зовут Юля, я жена шашлыка, я играю в Sims 3, потому что ни во что другое играть больше не умею. Так, что мы, собственно, тут делали? В прошлой серии мы пригласили друзей по комнате, соседей по комнате, вот, чтобы они нам платили деньги за это. Вот, а теперь, теперь, значит, что мы будем... О, мне задонатили 5 рублей, ну, Ник, конечно, так себе у чувака, дерьмо мамонта, вот, с хэштегом где шашлык, вот, ну, я же говорила уже, что шашлык сидит с Толей, сейчас он еще сидит с нашими друзьями, болтает, а я работаю вот так вот, в общем, жизнь несправедлива. Вот, так, что мы делаем? Нам надо покормить вот эту нашу чувиху, причем пусть она сама приготовит, потому что муж ее готовить, походу, не умеет, вот, в отличие от моего мужа, который отлично готовит, вот, такой мини-комплимент шашлыку, вот, наши соседи по комнате, как вы видите, вон тоже сейчас, может, тарелки кто-нибудь уберет, вот, кстати, почему наш главный персонаж не пошел на работу, вот интересно. А, ему через 4 часа идти, вот, так, нам надо покормить ее, потому что она, вон, голодная, сейчас она быстренько испечет вафли, вот, и будет круто. Так, пусть он сходит в душ, и, ой, блин, у нас пожар. Мы его сейчас быстренько потушим. Да, поели вафли, вон, кто-то в обморок упал, блин, прикольно. Да, печку теперь надо заменить. Пожарили вафельки, конечно. Вот что бывает, когда человек не умеет готовить. Так, ну, пусть она быстренько съест туда овсянку, что ли. Овсянку полезно. Интересно, а пожарники приедут или нет? О, вы получаете страховую выплату в размере 187 долларов на покрытие урона от пожара. Конечно, нифига мы им не покроем, потому что печка стоила 400, а нам всего 180. Но, в принципе, тоже ничего. Кто-то говорит, что мы сегодня соберем донат челлендж. Да, вряд ли тут, блин, дофига Данил поставил. Ну, то есть, вряд ли мы сегодня соберем его. Вот. Почему не остановила запись? Вроде... Вроде все норм. Так. Я просто... Я же говорю, я сегодня первый день стримлю. И вообще первый день записываю видео. Поэтому я особо могу какие-то косяки допускать. Но вроде как Данил мне все объяснил. И все тут достаточно просто. Поэтому я буду стараться, чтобы вам нравилось. Не знаю, насколько это вот интересно, конечно. Но мне, на самом деле, очень интересно играть в симпсов. Потому что это моя любимая игра. Я играла еще и в первых симпсов. В вторых я немножко поиграла, но они были скучные по сравнению с первыми. Вот. Когда появились третьи, то я реально очень долго в них играла. Мне все это очень нравилось. Так, нашему персонажу пора на работу. Где наш персонаж? Давай, Шуруй, на работу. Все, он круто. Он пошел на работу. Да, настроение у него, кстати говоря, так себе. Могло быть и лучше. Давайте посмотрим. Не, кстати, настроение нормальное, спорт. Может, он сегодня, кстати, и получит повышение, если повезет. Вот. Пусть он упражняется в спортзале. Вот. Посмотрим, как это будет влиять. Ладно, пусть будет рутинная работа. Так, где наша Симиха? У нее повысилось настроение? Там еще нет. Пусть она подружится с кем-нибудь. Пусть она дерется подушками. Так. Шашлык, приди на помощь Юле. А что, у Юли какая-то проблема? Юля копи шашлык у Лего, если они не наберут донат челленд. Нее-ха! Там-потамка. Во что еще будешь играть? О, круто, мне за донатили 25 рублей. Я, походу, скоро буду тут все время стримить. Вот. Потому что Данин скажет, что мне донатил больше, чем ему. Ну, меня тут спрашивают, как это первый раз записываешь видео. У тебя же свой канал вроде. Ну, блин, на самом деле я там снимала в реале. То есть я там распаковывала яйца. Вот. А вот такие видео, то есть за компом, прям сидеть, там игры какие-то писать. Такого я не делала. Вот. Я просто записывала видео, как я распаковывала яйца. Ну, кстати, если кому-то интересно, можете посмотреть. Мой канал, киндер-канал. Вот такой мини-пиар. Я, правда, туда уже ничего не выкладываю, потому что у меня времени нету. Вот этим заниматься. А, так, короче, наша чувиха никак не может подружиться с этой соседкой по комнате. Давайте расскажем ей анекдот. А, это не она, это он вообще. Блин, ну, с длинными волосами просто, чувак. Давайте с ним как-то пытаемся подружиться, будем с ним болтать. Вот, что еще можно тут сделать? Играть в камень, ножницы, бумага. Кстати, прикольная игра. Что еще тут можно? Да, вот, о карьере спросим. Ну, короче, пусть она с ним как-нибудь пообщается. Может, он станет ей другом. Ну, блин, понятно, что вам оно не очень интересно, тут кто-то, вот, Артем Сторм пишет. Но мне зато интересно. Я же говорю, за почти два года первый раз я в это играю, мне очень нравится. Вот. Я очень жалею, на самом деле, что вот на этом компе тормозит мой сейф. Вот, там у меня очень крутой дом. Он, скольки у меня, шестиэтажный, наверное. Там три подземных и три таких, ну, надземных этажа. Куча всяких скульптур, всякого барахла, которое я собирала за долгие годы жизни моей, ну, симсихи. Вот, и, короче, там она очень крутая, поменяла несколько карьер. Вот, там куча всяких ледяных статуй. Короче, если все-таки у меня как-нибудь получится это запустить, я обязательно покажу, как там это очень, как там очень все круто сделано. Вот. Когда там наш чувак вернется с работы уже? Давайте посмотрим, как у него карьера. Ну, короче, сегодня не судьба нам повышение получить. Вот. Да, конечно, вот эти вот лишние чуваки на участке, это не особо прикольно. Если бы они деньги не приносили, то мы бы к фиг сюда пустили. Вот, а так... А так, конечно, они тут напрягаются. А, мне предлагают попробовать. Флэтаут 2. Юля умеет играть только в симс. Ну, да, я в основном в симс. Ну, блин, всякие гонки еще, конечно, можно играть. Ну, я не так круто их прохожу, чтобы можно было писать по этому видео. Вот так, чисто погонять для себя там. Это, наверное, это тоже не особо интересно. Вот. И уже скоро наша чувиха пойдет на работу через 14 часов. Вот. Поэтому надо уже следить за тем, чтобы она спать вовремя легла. Все, ложись спать, хватит общаться. Да, я согласна. Тут чувак пишет, давайте ей задонатим 10 тысяч. Стримишь, Шамзуш, столько донатят. Давайте я с удовольствием. Тогда я буду каждый день стримить. Когда чувак наш вернется домой уже? А, вот. Вот, вот, вот он сейчас придет. За целый день он заработал 77 долларов. Ну, в принципе, нормально. Но нам еще долго надо, чтобы компенсировать наши затраты на печку, которая у нас сгорела. Так, ему надо в душ. Короче, он пошел грязный спать. Интересно, а вот эти вот соседи, они уйдут или они будут всю ночь тут тусить? Просто уже как бы 11 вечера. Вот. Ну, там кто-то себе что-то приготовил, я смотрю. Холодильник брал. Холодильник. О, она уже почти выспала. Сейчас ее надо будет покормить. Вот. И отправлять на работу. Да, короче, эти соседи, походу, у нас целую неделю будут тут тусить. Вот. Кстати, ему надо поставить кровать хотя бы одну, чтобы хотя бы один у нас остался. Вот, тоже такую попроще купим. Даже две поставим. О, тут у нее появилась мечта всей жизни родить ребенка вместе с Пабло. Мне всегда очень нравятся эти мечты. Потому что иногда бывает, что персонаж хочет какой-нибудь определенный пол ребенка. Там мальчик или девочку. Вот. А в итоге рождается другой, и он такой, типа, я расстроена, что моя мечта не осуществилась. Да, всем привет, кто снова присоединяется к нам. Юля, как ты думаешь, ты лучше стримишь, чем шашлык или нет? Ну, я не знаю, это как бы вам, зрителям, судить. Потому что я еще пока не знаю, могу ли я это оценивать или нет. Привет всем, вижу стрим шашлыка. А, там Юля стримит. Точно нежданчик. Ну да, мы так и назвали его. Так, какие игры сегодня? Ну, сегодня точно Sims 3. А там дальше, я не знаю. Может, я до завтра что-нибудь освою. Но вряд ли. Да, пусть играет во Флит Ау 2, конечно, обязательно. Так, тут у нас уже Sims проснулся. Ему через 6 часов на работу. Настроение вроде хорошее. И обаяние у нас тоже на должном уровне. Так, чем бы заняться, чтобы не сильно напряжно и в то же время успеть не испортить себе настроение до работы. Пусть пока душ примет. Вот. А нашему другу что же? А ему через 11 часов. Ему надо помыться, потому что он воняет. Как наш Толян, когда сделает свои дела в памперс. Так. Пусть она еще репетирует речь. А чувак просыпается и идет, принимает душ. Так. У шашлыка выходной, потом с новыми силами в герой впадет. Ну да, он там Red Alert, не знаю, доиграл или нет, но последнего, что он играл, это был Red Alert. Там распланировано до середины мая. Я в Sims 4 играла, когда Данил только ее купил. Вот. Но, честно говоря, меня там напрягало вот это меню, которое здесь оно очень удобно, а там оно как-то неудобно. Сделано, то есть, ну, как бы это, наверное, сила привычки, потому что я уже много лет играла и в первых Sims'ах такое же меню, и здесь тоже. А в четвертых оно непривычно. Ну, то есть, может, если бы я попыталась им там несколько дней, реально посидела, поиграла постоянно, то, может быть, оно бы мне не понравилось, но у меня времени не было. Я просто посмотрела, сказала Данилу, что все фигня, сам все это играй. Вот. Sims 4 неинтересно. Вот. Ну и все, в принципе. Поэтому играю в третьих, потому что они мне нравятся больше. Ах. Так. Чувака надо нам заставлять заниматься спортом, потому что нам не хватает для повышения. Вот. А за ней скоро приедет машина. В общем, ну, самое начало вот Sims'ов, когда только семья вот так создается, я же говорю, оно не особо интересно. И... Как бы этим вопросом заниматься. Ну, надо вот так посидеть, позадротить. Вот. То потом, когда они разовьются, у них будет уже крутая карьера. Можно реально особо не заморачиваться. Деньги у них и так будут. О, тут снег пошел, что-то. Или град, что-то такое. Вот. Пусть она опорно работает. Да, мне нравится то, что тут, когда вот времена года установлен дополнительный мод, вот этот. Тут прикольно. И дождь идет, и снег, и град. В общем, круто. Особенно, когда время года меняется. Тут вообще все в снегу, так прикольно. У меня еще был участок, ну, там всякие насаждения зеленые я сажала. Вот. Там деревья. Оно все-то так красиво в снегу, все засыпано. Вот. Ну, тут в перспективе мы тоже сделаем участок. Но это только в перспективе. Пока нам надо... Пока нам надо немного заработать денег, чтобы... Кстати, они, вон, видите, уменьшаются. Хотя они ходят на работу, но было три с лишним. Теперь две четыре. Короче, в самом начале это реально трудновато. Что тут еще пишут? Вспоминаю, что в детстве был диск со двумя симсами. А, со вторыми симсами. Питомца надо было потом поискать. Надо было потом поискать. А завтра ты будешь во сколько стримить? Я вообще без понятия, буду ли я завтра стримить. Но это мне вечером скажет мой продюсер. Мистер Шашлык скажет, насколько хорошо я записала видео. И вообще, молодец ли я или нет. Вот. Поэтому это там зависит, буду ли я завтра стримить или нет. Но вообще мы встаем с Толей где-то часов девять. Вот. Там мы его моем, кормим. Ну, а потом есть немного времени и можно начинать стримить. Вот. Ну, в принципе, Шашлык так же делал. То есть он же с утра стримил. Вот. Это просто сегодня мы целый день собирались, собирались. Вот. Пока я симсов скачала, пока поставила. Пока я проверила, работают они или нет. Потому что они тормозили сильно. Вот. Так что только к вечеру мы их и смогли запустить. Так. Персонаж сейчас наш поест. Потом, наверное, он на работу. Если он... Да, он через три часа пойдет. Вы шашлыком можете вместе игры снимать. Ну, как мы будем вместе снимать? Разве что посидим. Ну, и то... Кто же будет тогда с Толяном сидеть? Ностальгия это когда в Disciples не играл восемь лет, а потом играешь целый день и ссоришь, что так долго пишу. Я с планшета стрим смотрю. Ну, да, это, конечно, ностальгия. Вот. Я сейчас тоже ее испытываю, потому что реально давно в них не играла. В Симсов. Ой, у нашей Чувихи тут стресс прям. Она так не получила повышения. Так. Наш персонаж пошел на работу. Точнее, он даже побежал на работу. Да, я думаю, что у меня теперь появится свой плейлист на канале шашлыка. Это, наверное, очень круто. Все, наших Симсов нету дома. Хотя вот это, наверное, сейчас скоро приедет уже домой. Эй, ты где? Приехала, или нет? Да, она приехала. У нее ужасное настроение. У нее был стресс на работе. Это то, что она очень упорно работала. Поэтому пусть она сейчас немного поиграет в компьютерную игру. Потому что у нее досуг на минусе. Да, шашлыка съели. Ты ждешь фильм «Варкрафт». Ты ждешь фильм «Варкрафт». Я его не жду особо, но походу мы на нем пойдем, потому что шашлык сказал, что это один из фильмов, который надо посмотреть обязательно в кинотеатре. «Варкрафт» и еще какой-то фильм должен выйти тоже по какой-то игре. Вот. Он сказал, что это обязательно мы будем смотреть. Ну, посмотрим, получится или нет. Вот. А, кстати, в «Варкрафт» я, ну, давно играла. Давно. Очень давно. Когда он еще только... В каком это году? А, 2002-й там, я не знаю. Ну, короче, в тех годах. Вот. Я в них играла. Там всякие компании проходила. Но я вот так и не прошла до конца. Вот. Ну, я в него играла. Так. У нашей симсихи повышается досуг. Вот. Сейчас наляжет поспит. Вот. И все. И потом... И потом мы будем продолжать дальше качать наш навык обаяния. Вон, кстати, видите, положительный момент вот этих соседей. То, что вон тетка пошла, нам лужу вытерла. А, у нас тут течет... Течет душ. Ну, вот сейчас он вернется с работы и починит нам душ. Вот. Тут что-то у кого-то улучшилось. О, он сейчас получит повышение. Ура! А, чувак пишет, что он улучшил. Он только родился в 2003 году. Да, у меня тогда мужиком был, представляешь? А вы смотрели «Звезды войны. Пробуждение силы»? Да, мы смотрели в кинотеатре. И Шашлык, по-моему, рассказывал свои впечатления об этом фильме. Вот. Я очень жду фильм «Пауэркрафт» и четвертая часть. А, что такое четвертая часть? У нас тут потоп, сломался душ. Короче, если нажать на соседа по комнате, его можно выгнать. Если он вам надоел, достает вас. Но этот вроде приличный, вон лужу вытирает. Пусть, короче, живет. А этот воняет, потому что душ не работает. Сейчас, может, ну или главный герой вернется. Как его зовут? Я все время забываю. Пабло. Сейчас, может, Пабло, как прям в сериале, который я любила смотреть. Треть мятежный дуг называется. Вот. Там тоже был Пабло. Вот. А сколько ты хочешь человек в семье? Я планирую здесь, ну пока они сейчас чуть-чуть прокачаются. Денег немножко заработает. Мы заведем ребенка. Вот. И потом, ну, я хочу сделать несколько поколений, чтобы у этого ребенка потом был еще ребенок. Вот. Там дети, внуки, правнуки и так далее. Ну, естественно, что лишних... Ну, вот, например, родится внук. То есть, детей можно отселить в другой дом, к примеру. Вот. Чтобы они тут не мешались. Ну, то есть, наверное, где-то человека 4 максимум в семье. Ну, вот в такой, как бы, когда я начинаю играть. Это оптимально. Вот. Пабло делает успехи на работе. Теперь он разносчик пищи. Плюс премия 156,7 долларов. Ну, и тут всякое описание. Ну, я не люблю. Они тут всякую фигню пишут в основном. Теперь он будет получать больше. 24,7 долларов в час. И работает с 3 до 9 вечера. Вот. Ну, это круто. Пусть он, короче, теперь починит... Только у него настроение что-то плохое. Он спать хочет. Пусть ложится спать. А наша чувиха, по идее, уже проснулась. И пусть она чинит душ. Мы ее разбудим. Она еще успеет доспать свое. Я тоже варик играю. Смотрю, буду смотреть и играть. Варкрафт 4. А мне кажется, что в Варкрафт Армии Альзерота выйдут быстрее. Я не знаю, что это такое. Видно, что в Симсиках нет сюжета, как во вторых Симсиках питомцы. Все, больше и больше хочу в них поиграть. А что в Симсиках так и не завел ребенок. Да, блин, он вообще не любит всякие вот эти заморочки. Вот. Я же, наоборот, люблю строить... Ну, как бы, люблю заводить детей там, чтобы их много было, маленьких там, их воспитывать. Это круто, на самом деле. Вот, что она душ не починила. Представляете, я отдала здание, она, блин, дрыхнет и не хочет чинить душ. Шашлык. Так. Мне кажется, что тебя в Хардстоуне может выиграть любой. Ну, конечно, если это мне писали. Ладно. О, она починила душ. Пусть его теперь почистят. О, ништяк. Все у нас круто. Теперь надо поесть. Нет, вафли не надо, тут будет плохо потом. Подать завтрак. Пусть она приготовит вафли. Я надеюсь, она опять не спалит тут. Печку. Вообще, вот полезные навыки, это куринария, механика. Ну, то есть, когда она там умеет что-то чинить. Вот. Кулинария, естественно, что она пожар не устроит, если умеет готовить. Вот. А баяние тоже это удобно, потому что она может заводить друзей, которые полезны для карьеры. То есть, это удобно, на самом деле. Вот. Все остальные, как бы, я не особо в них вижу смысл. Вот. Но они полезны для достижения... О, блин, она тут чевиха разделась и ходит вон в трусах и в чулках. Вот. Так, я думаю, что на этом мы наш выпуск закончим. Вот. Потому что уже скоро наступит новый день, и они пойдут снова на работу. И будут снова прокачивать свои навыки. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами была Юля, жена шашлыка.